Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители, уважаемые наши братья и сёстры. Говорю уважаемые, потому что Великим постом считаю, что любой человек, который христианин по духу, который соблюдает Великий пост, для меня человек сугубо уважаемый. Ну что ж, я хотел бы, будучи ведущим радиостанции «Ратниш», приветствовать в нашей студии Дмитрия Бабича. Здравствуйте, здравствуйте. Не первый раз мы здесь, но всякий раз очень радуюсь, когда захожу в эту студию. Ну вот, я думаю, что я, Александр Артамонов, совместно с Дмитрием Бабичем, продолжу в этот раз ту тему, которую Дмитрий предложил радиостанции «Ратниш». Я считаю, эту тему крайне интересной. Речь идёт о православном пути или пути православного христианина Александра Сергеевича Пушкина. Как у нас принято сейчас говорить, сразу хочу предупредить, что в какое-то мы оставшееся время обязательно побеседуем об Александре Сергеевиче, тоже тёзке великого поэта Грибоедове. Современнике, да. Современнике, великом литераторе, великом даже по заключению самого Александра Сергеевича Пушкина. Так что, в прошлый раз, резюмируя наш эфир, мы с Дмитрием не сошлись во мнениях несколько о том, насколько православным был Пушкин. Да, Дмитрий? Я помню так, что вы сказали, вы меня убедили насчёт того, что он был патриотом и государственником, да? Да. Но вы меня ещё не убедили, что он был православным христианином. Ну, к сожалению, да. Хорошо, хорошо, продолжим, потому что у нас немножко не хватило времени. И я напомню нашим радиослушателям, что задача, которую мы себе ставим, да, это немножко восстановить справедливость в отношении русской литературы, потому что мы все прекрасно помним, как и в советский период, и в первые постсоветские годы нас учили, что Пушкин – это декабрист, значит, близок к декабристам, какое уж тут православие, какое уж тут христианство. Значит, Гоголя погубили священники, это была, так сказать, догма советского литературы ведения. В общем-то, в 17-м году, начиная с 17-го года, русской литературы пытались украсть христианство, я бы сказал так. По крайней мере, в официальном литературе ведения так и было. Вторая попытка, мне кажется, совершается сейчас, когда очень часто или ссылаются наши так называемые либеральные публицисты, скажем, борясь с государством, они ссылаются на некоторые пацифистские, значит, такие ультрапацифистские взгляды Льва Толстого, да, немного искажая, на самом деле, то, что он говорил, забывая, что он вообще-то ветеран двух войн, да. И по России послужил очень много. Поэтому он имеет право высказывать пацифистские взгляды. Те люди, которые не воевали на Кавказе и в Крыму, им бы лучше помолчать, да, в отличие от Льва Николаевича. Вот. И начать вот это, мне кажется, такое реконкисту, я бы сказал, реконкисту русской литературы для христианства, нашу маленькую реконкисту, мы ее начали с Пушкина. Да. И если вы помните, в прошлом наш разговор, мы много говорили о его встрече с Николаем Первым, да, которая действительно была поворотным моментом. И недавно, недаром, именно в это время Пушкин пишет свое знаменитое стихотворение «Пророк», да, где, в общем-то, рассказывается о том, как пророк, встретившись вот с этим шестикрылым Серафимом, становится пророком, да. И шестикрылый Серафим на Перепуте не явился, да. Кстати, абсолютно христианское стихотворение «Духовный жажду томим, в пустыне мрачной я влачился». Ну, оно общехристианское, оно даже не православное, потому что тут намек и на Данте, которая забудившаяся среди неземного пути, начало божественной комедии. Да, ну и здесь с этим связана история, которая просто разрывает мне сердце. Есть потрясающий перевод Светаевой этого стихотворения на французский язык, который она выполнила в эмиграции. Думаю, вы, как, так сказать, в хорошем смысле, головоман, меня поймете. Даже вот первые четверостиши, как она перевела. Да. По-моему, звучит не хуже, чем у Пушкина, даже в чем-то лучше. Да, абсолютно верно. Вот. И это стихотворение ей не удалось нигде опубликовать во Франции. Даже в многотиражке, даже за копейку его там не напечатали. То есть, когда мы говорим о деградации Запада, это, к сожалению, явление не только последних 20 лет, как кажется, это явление очень давнее. И стихотворение это в итоге появилось уже после смерти гениальной Марины Ивановны Цветаевой, уже сильно после. Но не будем сейчас сильно откликаться на эту тему, хотя у нее еще есть несколько потрясающих переводов. И как раз переводов очень христианских. Ну, Цветаева не сам не захочет обратно свою жизнь, а пусть совершенно не христианских, к сожалению. Да, она даже, вот, знаете, окончание стихотворения «Пророк» у Пушкина, значит, это «Восстань, Пророк, и вижте в нем ли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». А у Цветаева это еще лучше, значит, «Дебу, профэт, во, экут, ампли, тоа, дотон, бон, дьё, кетон, дестен, soit, ля рут, кетон, пароль, soit, дефе, чтобы твоей судьбой была дорога, а твое слово было огнем». Вы знаете, Дмитрий, я, к сожалению, не могу не отметить, тут все-таки две вещи, и, как говорят по-французски, я тут вынужден расставить несколько бемолей, восторженную оду, которой я бы так хотел бы присоединиться, но, тем не менее, вообще-то, само понятие «Пророк» в том виде, в котором использует его наш национальный великий поэт, нашу гордость, к сожалению, не совсем христианское. «Пророк» относится, скорее, или к ветхому завету, и, простите, в значительной степени к исламу, которому Пушкин был очень и очень увлечен. У него был целый цикл персидских стихов, подражания Корану, и он много писал на эту тему, у него был цикл готических стихов, мы об этом помним, он даже пытался переводить Фаустаса, Гёте, я помню наизусть некоторые, так сказать, там, в стройке оттуда. Перевод не был закончен, период был один сквозь, но, тем не менее, понимаете, самообращение «Пророк» абсолютно не христианская идея, я имею в виду неправославная, во всяком случае, человека, превращенного в некого исполнителя, который лишен чуть ли не собственной воли. Вы задумайтесь, какие там мотивы-то звучат. «Восстань, Пророк», то есть это мертвый, который призывает восстать и исполнить чуждо ему. Переродившийся, ведь он и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый. Вырвал грешный мой язык человеческий, свобода воли, это, конечно, попрано полностью. Мне как раз кажется, что здесь вполне христианский мотив. Исполнись волею моей, совсем христианский мотив. Ответил шестикрилов Серафима, да, он умер для греха, но он восстал для новой жизни. И, конечно же, не могу с вами, извините, согласиться даже догматически, что в ветхозаветных пророках есть что-то антихристианское. Я сказал антихристианское, я сказал, не православное. Даже в молитве верую, которую мы все, надеюсь, и наши слушатели знают наизусть, ведь эта же фраза и звучит, глаголовшего пророки. Да, глаголевшего пророки и заставить человека вещать исполнившись чуждой волей, даже волей божества. Простите, но когда Павлу, тогда еще Савлу, явился Господь наш Спаситель на путях его земных, то он что сказал? Савл, Савл, под что? Да, что ты гонишь меня. Гонишь меня, он с ним ведет диалог. Здесь никакого диалога, здесь просто является ангел, фактически огненный ангел, который неким образом наполняет своим смыслом земную человеческую оболочку. Так что, простите, идея просто неправославная, но ни с какой стороны. Ну, допустим, вы знаете, я сейчас, Дмитрий, прошу прощения, если я окончу свою мысль, я хотел вам сказать следующую вещь, то что такие мотивы присущи были не только и отнюдь не только Пушкину, но через весь век, золотой век русской литературы до начала Первой мировой войны, мы встречаем этот мотив хотя бы у Гомилёва, я вам могу наизусть вспомнить его стестворение «Только змеи сбрасывают кожу», которое, естественно, заключается в его страфе, и там очень хорошо звучит о том, что предо мной предстанет мне неведом, путник, вскрыв лицо, но всё пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему, крикну я, «Но разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла?» «Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела». Хоть даже здесь есть какая-то, простите, узнаваемость, стремление человеку узнать в виде льва, стремящегося следом, орла, летящего к нему. А тут Херувим является огненными перстами, фактически преобразовывая человека согласно своей воле. Я постараюсь, возражая вам, постараюсь сказать немножко о таких земных политических взглядах Пушкина, которые, конечно, менялись и особенно драматично менялись как раз в момент написания стихотворения «Пророк». Вы знаете, что в русской поэзии был, к сожалению, некоторое время, настоящий культ Наполеона. Да, конечно, Святаевым была больна не менее, чем все ее современные цели. Святаева, и даже как-то так получалось, что русские поэты в молодости проходили увлечением для того, чтобы, так же как вообще увлечение Западом, для того, чтобы в более зрелом возрасте вернуться к родине, к православию, к христианству. И вот мы знаем все эти стихи Пушкина, не буду их уже цитировать про Наполеона, так сказать, позитивные. А вот что он пишет в этот период. «Молчит закон, народ молчит, падет преступная секира, и все злодейская парфира на галах скованных лежит». И это уже совсем другой взгляд Наполеона на Наполеона, да? Это уже взгляд человека, который осуждает преступления в любой форме, а, в общем-то, через что пришел к власти Наполеон? Через революцию, через преступление. И вот уже более зрелый Пушкин, 27-летний Пушкин, 28-летний Пушкин, это понимает. У Пушкина в юности было такое, так сказать, несколько шутливое стихотворение на тему знаменитой молитвы преподобного Ефрема Сирина. А перед смертью, незадолго до смерти, он выступает, с моей точки зрения, совершенно стихотворением, перевожением, в общем-то, этой молитвы. К сожалению, его мало читали у нас в советской школе, поэтому я позволю себе его процитировать. Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста. Сейчас немножко прервусь, сейчас даже несколько книг выходит о посте, издаваемой, скажем, и Сретенским монастырем, и другими нашими замечательными издателями, в которых о посте рассказывается с цитатами. Одна из них так и называется – «Во дни печальные великого поста». Но дальше идет просто изважение этой молитвы Ефрема Сирина. «Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть в мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Замечательная структура. Прекрасное стихотворение. И напомню вам, что это настоящий Пушкин. Это тот Пушкин, который уже не юный дворянин, типичный представитель, я бы сказал, послепетровской эпохи. А это уже человек с жизненным опытом, прошедший через сильнейшее изменение, духовное изменение, которое произошло с Пушкиным. Вопреки всему, в этом может быть ирония истории, идея Александра I отослать его в провинцию, в Псковскую губернию, чтобы он там был далек от искушения и подумал, она сколь не странно сработала. Ведь рядом находился Святогорский монастырь, обитель, и Пушкин познакомился, и у него были очень интересные такие духовные связи с настоятелем, со старцем Иуны. И, в общем-то, образ этого старца во многом навеял Пушкину образ Пимена, летописца из Евгения Онегина. И мне кажется, что, если мы посмотрим на жизнь Пушкина, она резко изменилась именно после Михайловского. Именно после того, как там была такая ситуация, что у Пушкина просто не было книг в деревне, а он привык много читать. И старец Иуна дал ему прочесть и честь именей, и множество других священных книг, и мы знаем-то точно, что Пушкин их прочитал, потому что в письмах он пишет, что я, безусловно, постараюсь, чтобы мои дети, которых тогда у него еще не было, чтобы они умели читать Евангелие на старославянском, церковнославянском языке. И это был, мне кажется, важнейший момент в жизни Пушкина, который советская литература ведения, естественно, предпочитала не замечать. У них это просто ссылка тюрьма. Я могу, конечно же, с вами по большей части согласиться с тем, что он отошел от периода увлечения, хотя бы тем самым Вольтером, поклонения такому произведению, как «Ирлянская дева» в святомно-богохульственном и богохульном, пусть и касаемо западноевропейско-христианской традиции. Но мы с вами не должны все-таки забывать, почему его поставили фактически под духовный контроль старца Ионы, и за какие грехи он был, собственно, приписан к монастырю, если так можно выразиться, и должен был обязательно не менее раза в неделю видеться с благочином. Если мы с вами помним, речь была о его абсолютно страшной, кощунственной, богохульственной поэме «Гаврелиада». Ну, нет, основная причина – это было письмо, перехваченное письмо. Но Пушкина, это, кстати, Михаил Оренштейн, великий, с моей точки зрения, пушкинист, фронтовик, он доказывал, что Пушкин просто не мог жить в обществе конца 30-х годов, потому что оно изменилось, и в нем стали допустимы те вещи, которые Пушкин считал недопустимы. Вот одна из тех вещей, которые стали постоянными в 20-е, в 30-е годы, это была периллюстрация писем. Пушкин, как дворянин, как рыцарь, он просто таких вещей представить себе не мог. Ну, и мы помним, что Пушкин к этому письму явно относился не так серьезно, и мне очень нравится его воображаемый разговор с Александром Первым, где он сам немножко подсмеялся над этой ситуацией. Помните, там Александр Первый говорит ему, к тому же вы офей? Вот уж никуда не годится. Офей – атеист. Да, да, конечно. Вот. На что Пушкин ему, значит, шутливо отвечает, что вы могли бы почитать другие мои произведения, после чего, помните, это гениальное окончание тут, Пушкин наговорил бы мне дерзостей, я бы огорчился и сосвал бы его в Сибирь, конечно. Конец письма. Вот. Дело в том, что у Пушкина те его произведения, где он затрагивает такие какие-то, так сказать, как сейчас, как бы, щекотливые темы и вещи, они всегда проходят как шутки, как некая… Ну, Гаврияда, шутка шутка не являлась, если сказать. Он никогда не восхищается грехом. Дмитрий, Гаврияда шутка не являлась. Гаврияда, ну, если уж вы о ней заговорили, хотя это юношеское произведение, то я разделяю взгляд Пушкиниста Валентина Непомнящего на Гаврияляду, что, скажем, у парней, или у Вольтера, у которых богохульство было, собственно, содержание их произведений, в Гаврияляде это, это как бы форма, да, форма, которую молодой автор Пушкин примеряет на себя, примеряет и, мне кажется, от нее отказывается, да, от этого его, как бы, дистанцирование, да, в конце Гаврияляда он, как бы, дистанцируется от самого автора. Не буду сейчас приводить подробно эти слова, потому что это не то, что, мне кажется, является лучшим в произведениях Пушкина. Да и не стоит великим поступком, мне кажется. Но, мне кажется, что, если мы вернемся к его по-настоящему серьезным великим произведениям, которые он предназначал для публикации, вот, его взгляд на русскую историю, вот, он абсолютно христианский. Посмотрите, Пимен в «Борисе Годунове», да, как он объясняет то, что в жизни так много страданий, он говорит, прогневали мы Бога, согрешили, мы навлекли, да, навлекли на себя беду. То есть, он ведет себя не так, как большинство сегодняшних публицистов, и как вообще в России, к сожалению, очень часто принято было себя вести. Вот, там плохой царь, здесь плохой генеральный секретарь, там убийца, здесь злодей, значит, там нечестный человек. Все эти люди, и Романовы, и те цари, которые были до Романовых, и руководители России постреволюционного периода, они плоть от плоти все-таки того общества, в котором они жили. И вот это абсолютно христианский взгляд летописца Пимена, который говорит, прогневали мы Бога, согрешили. На этот взгляд, все-таки, Пимена не Пушкина, то есть, я с вами согласен, что, будучи великим литератором, Пушкин умел абстрагироваться от собственной личности и неким образом выстроить свой взгляд на историю страны, как великий человек. А мне вот кажется, что в Пимене... А вот его личный взгляд, человека, мне, простите, как христианин или христианина, не импонирует. А мне кажется, что в Пушкине есть много от Пимена, если мы посмотрим, скажем... Да ладно. Сейчас попытаюсь доказать, как всегда с текстами. Ну что, я тоже вроде как в целое исполненное. Хорошо, хорошо. Смотрите, Пимен, да, когда он объясняет, значит, будущему уже Дмитрию, как он творит, как он работает, он говорит, значит, своих царей великих поминают, это он говорит у этого летописца, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляют. Вот. Смотрите, да, юный Пушкин, даже молодой Пушкин, просто враг Александра Первого, да, противник, и мы с вами немножко говорили о причинах. Пушкина очень огорчало, что предыдущие цари, по крайней мере, два поколения приходили к власти через вооруженные перевороты или нехорошие деяния. Ну, вы знаете, Николай Первый, в принципе, пришел тоже через расстрелы людей. Подождите, это мы вернемся, это люди, которые его хотели расстрелять вместе с семьей, поэтому это была самозащита. Я считаю, что как-то солдат он расстреливал. Самозащита. Ну, сейчас вернемся к Николаю Первому. А, значит, юный Пушкин, для него Александр Первый это, так сказать, противник, а Пушкин зрелый, помните, он взял Париж, он основал лицей. То есть, это именно пименовский взгляд на историю, что за их труды, за славу, за добро, слава, да, похлова, а за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляют. Мне кажется, нам в своем отношении к истории 20 века неплохо бы тоже выйти к этой формуле. Очень многие люди до сих пор к ней не могут выйти, объясняя все беды, так сказать, родной страны не собственными несовершенствами, как Пимен, да, а вот, значит, всякими владействами руководства. Вы знаете, еще раз в основе того, что вы говорите, Дмитрий, я что-то вам попытаюсь тут поопонировать, мне представляется, что вы более рассматриваете позицию самого Пимена, чем Пушкина. А то, что касается Пушкина, то, к сожалению, после того, как все мы уходим из этой жизни, что от нас остается? Могильный камень в том числе. Если вы посмотрите, каким образом Пушкин похоронен, то вы найдете признаки масонского захоронения. Два опущенных факела по сторонам могилы, при вскрытии могилы было обнаружено несколько черепов, лежащих в основании гроба. Это, по-своему, культовое масонское захоронение. И тут хватает людей, ну, я даже не буду брать Басину, я могу привести одного из бывших руководителей Пушкинского заповедника, который, соответственно, является автором монографии «Приюси, я не мусс, одеты» и который сам участвовал и даже всталял описи при вскрытии могилы Пушкина после ухода немецко-фашистских захватчиков. Но смысл в том, что у него налицо были признаки масонского захоронения. Я согласен полностью с вами, что под конец жизни он примирился с Богом, и что даже тогда, когда Донзас, не Дантеса, Донзас, будучи его секундантом, предложил отомстить за него, и, собственно, Донзас, не помню, кстати, был ли он секундантом, был ли он и дуэли, присутствовал на Черной речке, но предложил отомстить. Пушкин ответил «Мир, мир», по-французски даже, «Ля пей, ля пей», то есть имеется в виду, что не надо никому мстить, я прошу, чтобы был только мир. И мы, в прошлый раз, цитировали слова «исповедь», да, конечно, он закончил жизнь русским, православным, христианином. И это даже Николай I признал. Но вот, знаете, хочу все-таки ложку дегтя. Умер, как христианин. После него оставалась жена, по имени Гродного Камня. И вот то, что он сделал своей женой, которая оставалась, ну, простите, еще раз. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, вслед за Александром Юрьевичем Пищулиным, который, кстати, был гостем в нашей студии около года назад, с ним беседовал Никифоров Евгений Константинович. Хорошо очень беседовал. Так вот, Александр Юрьевич правильно рассказывает и разбирает обстоятельства его ухода, его кончины. Представляете себе, человек вышел на дуэль, знаете, какая по счету была дуэль у него? Нет? Ну, я знаю, что их было очень много, но я не считал. 29-я дуэль. Он вышел на 29-ю дуэль, молотого, ну, собственно, не кровным, но все-таки родственникам по женам. Тем более, что в 19 веке это рассматривалось как родство, да и сейчас, в принципе, это как родство. Так вот, и понимал, что, собственно, произойдет, а что произошло. Осталась молодая вдова, ей было 24 года, осталось четверо детей, она была фактически без средств существования. И, что уж совсем печально, 100 тысяч долгу. Это тогда, когда в средней руке чиновник, не самый плохой уровень, получал где-то 20-24 рубля в месяц. Отвечу вам по порядку, да, по порядку. Конечно. А насчет масонских символов на захоронении, я невеликий специалист в масонских символах, но за меня могут немножко что-то сказать стихи Пушкина, да. У него, нужно сказать, что весь год перед своей гибелью он предчувствовал что-то плохое, да. И даже великое стихотворение «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст». Это говорит человек, в общем, не старый. Абсолютно верно. Он предчувствовал, что что-то ужасное произойдет. Он действительно не вмещался, скажем так, как теперь говорят, в формат того общества, которое формировалось. Вот. Но вот что он пишет о кладбищах, да. Когда за городом задумчив я брожу, и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коями гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные редком. Что такое было кладбище в Петербурге? Ну, это в какой-то степени тоже была ярмарка тщеславия, да. Престижное захоронение, нам теперь это известно. Что он пишет о себе, и, кстати, Пушкин захоронен не в Петербурге, я считаю, что это очень важно. Но как же любым мне осеннюю порой, в вечерней тишине, в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор. На место праздных урн и мелких пирамид, без носых тенев, растрепанных хорид, стоит широко дуб над важными гробами, колеблись и шумя. То есть, Пушкину, в общем-то, даже не так важно, какое надгробие установят. Главное, чтобы это было в родной стране, в родном имении. И помните его все-таки великие строки. Два чувства равны близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. К сожалению, так получилось, что... Божество за вами на них замешано от века по воле Бога самого благостояние человека – залог величия его. Почему он изобретает слово «благостояние»? Совершенно верно. А, кстати, слово, он его творит, основываясь на церковно-славянских правилах. Благостояние, благолепие и так далее. Но просто я хотел что сказать, что для него самое важное не то, что стоит на могиле, а то, какой след он оставил в земной жизни, насколько он выполнил свой долг перед Богом. И мне кажется, это самое главное и в его отношениях с женой в этой истории. Для меня, с Натальей Николаевной Гончаровой, главное ее оправдание – это то воспоминание Дантеса, что он пересказывает свой разговор с ней, когда ситуация уже дашла до точки кипения. И сам Дантес пишет такую вещь ее словами. «Я не могу быть счастлива, иначе как соблюдаю свой долг». Конец цитаты. Никакой настоящей, так сказать, любовной связи между ней и Дантесом не было. Ну, связи не было, конечно. Вот. А Пушкин защищал в этом случае не себя самого, он защищал принцип, он защищал таинство брака, которое для Дантеса и для его, так называемого, приемного отца, почему-то взявшего его в приемные дети, когда Дантес уже был за 20, да, странная такая ситуация. Вот. Пушкин защищал этот принцип. Но явного оскорбления там все-таки не было. Вот. Что касается денег, то мы с вами прекрасно знаем, что когда четверо детей, долги появляются, естественно. Сейчас люди берут долги у банков, тогда они брали в долги, в долг друг друга. Ну, Дмитрий, простите, это была астрономическая сумма, 100 тысяч рублей, я снова говорю, в нынешней валюте это приблизительно 20-25 миллионов рублей. Это значило на применение у женщин 24 года. Тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что, по-моему, и Николай Первый принял участие в выплате этих долгов. Ну, это другой же вопрос, это уже милость государя, это, простите, не имело отношение к уже Пушкину. И уже, я вам даже скажу так, уже в момент похорон было ясно, вот в этот момент похорон стало окончательно ясно, что Пушкин действительно великий поэт. Вот его, в отличие от 23-го года, когда его, мы рассматривали ситуацию, да, в Одессе с Воронцовой, да, графиня Воронцова, она просто не понимала, судя по всему, в начале, какой величины был поэт Пушкин. Ну, вы же не будете говорить, что, что он был таким великим поэтом, у него есть некий иммунитет в плане простой человеческой порядочности. Я думаю, что после, вот во время этих похорон и в момент его ухода стало ясно, насколько он был важен для России, и в этот момент вопрос долга, да, отошел, я имею в виду финансового долга, отошел на третье поле. Простите, Дмитрий, мне отошел, вдова была должна, и все-таки она прожила после этого много лет, сильно нуждаясь в деньгах в имении с четырьмя детьми, и только милостью действительно оператора, который извлек ее оттуда фактически, чуть ли не насильственная, она вновь обрела возвращение в столицу. Я думаю, мы с вами можем сойтись на том, что как раз государь Николай I в тот момент повел себя очень порядочно. Николай I был как раз христианином до мозга костей, тут я нисколько в этом не сомневаюсь. И Жуковский Василий Андреевич тоже вовсе в той ситуации очень порядочно. Я напомню, что перед этим именно Жуковский спас, можно сказать, Пушкина от последствий другой дуэли, которая, так сказать, надвигалась в начале 1837 года. Все это показывает, это позволяет нам сказать нашим слушателям, еще раз напомнить им о том, о чем мало говорила советская литература видения. Николай I был, конечно, никакой не губитель Пушкина. Скорее губителями Пушкина можно назвать тех людей, которые стали через два года после его гибели одним из главных поставщиков информации для маркиза Астольфа де Кюстина. Он же написал свою книгу в 1839 году, «Россия» в 1839 году. Это у нас отдельный сказ будет про Астольфа де Кюстина, тут я с радостью присоединись. Да, тут с вами поговорим и про князя Козловского, и про Язимского и других. Я, к сожалению, вынужден прервать наш эфир. Но мы уже подходим к концу, так получилось, что мы затронули множество тем. Я думаю, сегодняшний наш разговор мы ограничим Пушкиным, но впереди нас ждут новые открытия и новые школы. Впереди нас ждут очень интересные открытия, с вами полностью согласен, но, тем не менее, без всяких парфьянских стрел скажу вам следующее. Одно дело быть великим поэтом, другое быть порядочным человеком. И в моих глазах, понимая, не машя по содраке кулаками о том, что я, задираясь кому-то, пал о клеветной молвой, не мною сказано. И все-таки он задирался к Дантесу, и не было явных, скажем так, поводов и признаков оскорбления. Повод, может быть, и был дан светской молвой, и поэтому Лермонтов в Москве ближе был до Пушкина Чемнам своим, говорил, пал о клеветной молвой. Но никак и ни с какой стороны, все-таки напрямую, никаких, конечно, ни улик, ни подтверждений, ни свиданий, ничего, тут я с вами абсолютно солидарен, не было. И не могло быть и 24-летней девочки, которая родила подряд четырех детей. Представьте себе, что такое 9 месяцев беременности, что такое реабилитация после беременности еще в те годы. И, опять же, без парфянских стрел, скажу так, что для Пушкина личная порядочность и порядочность в творчестве, порядочность даже в политике были неотделимы. Поэтому его фраза «гений и заводейство» – две вещи несовместные. Ну, значит, он мало делал. Обратите внимание, кто проигрывает, кто проигрывает. Проигрывает Сальери, который говорит в начале маленькой трагедии, что все говорят, нет правды на земле, а правды нет и выше. Оказывается, выше правды есть. Я думаю, что история с Пушкиным, вне зависимости от множества бытовых деталей, которые вы прекрасно знаете, которые я знаю, о них мы можем долго спорить, но вышняя правда в тот момент была на его стороне. Я считаю, что выше правды здесь не пахнет, здесь жизнь дворянина, пусть и гениального поэта, и, с другой стороны, к сожалению, как раз то, что вы рассказывали о творчестве Цветаевой, сами спустя сто лет, фактически после чрезвычайного Пушкина, 78-м, доказывают, что наша дворянская молодежь извлекла совсем другие уроки из классической русской литературы 19-го века, чем мы с вами. То есть, видели они там отнюдь не изящную словесственность, не служение императору, а видели они там бунт, восстание, Наполеона, много других вещей. Кто мог, кто-то видел. Ну, к печальному концу, собственно, дворянского сословия. И оно было фактически неминуемо с такими настроениями, которые были присущи серебряному зону. Кто видел хорошее, кончил хорошо, кто видел плохое, кончил плохо. Ну, кончили они плохо, Дмитрий, простите, плохо кончили они в эмиграции, кто выжил. По-разному, по-разному, по-разному. Ну что ж, мы об этом, я думаю, еще поговорим. А вас, дорогие радиослушатели, я хотел поблагодарить за ваше, надеюсь, внимание и за то, что вы слушали нашу абсолютно дружескую перепалку, я бы даже не сказал, а спор, все-таки спор. Беседу с Дмитрием Бабичем, с которым мы сейчас прощаемся на волнах радиостанции «Радниш». И очень надеемся продолжить с ним цикл наших литературных дружеских споров. До новых встреч. Всего доброго. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова